Это вызовы времени в студии Николая Силков. Здравствуйте! Национальная безопасность и ситуация в силовом блоке – главная тема разговора на совещании у президента с теми, кто работает на порядок для страны. Это армия, милиция, госбезопасность, прокуратура, следователи, судьи, спасатели и пограничники. Криминогенная обстановка контролируемая, но, как подчеркивает Александр Лукашенко, это не повод расслабляться. Всевозможные угрозы и внешнее, и внутреннее должны быть в поле зрения силовиков. Готовым нужно быть к любым событиям. На днях, буквально в Гродно, был нейтрализован, заброшенный к нам, я так понимаю, это подтвердилось, иностранный террорист. В спецслужбы сработали блестяще, изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята при такой острой ситуации, когда шло сражение прямо в ограниченном пространстве, и когда со стороны террориста применялись гранаты и стрелковое оружие, автоматическое при том, не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа», которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа, как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизни, надо всегда видеть и поддерживать. Но то, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, я сказал, должностных лиц, они все задокументированы, пожелания его и планы. И, как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто понимаете, что это нам очередной сигнал. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа фиксирует новые факты. Трагедия приобретает еще большие масштабы. На территории нашего государства каратели частично или полностью уничтожают не 9 тысяч деревень, как считалось ранее, а около 11. Сведения, возможно, еще не окончательные. Растет и число жертв. Известно о трех миллионах погибших белорусов. На неделе страна вспоминает скобную дату. 80 лет со дня бесчеловечных событий в Хатыни. Цветы вместе с сыновьями возлагает и Александр Лукашенко. И как разбитое зеркало, которое мы ударили молотом, здесь осколки этого расколотого, разбитого зеркала. Вот еще одна фотография. Вот эта девочка, она сама себе копает могилу. Это собирательный образ. Мы не знаем даже, как ее зовут. Мы знаем только, что она белорусская. И вот как гордая, не сломленная Беларусь, потому что Беларусь с первого же дня стала оказывать самое несокрушимое, самое мощное сопротивление. Зал сожженных деревень, колодец. Страшная практика карателей, когда они бросали маленьких детей еще живыми в эти колодцы, чтобы они там погибли и погибли в муках. Это карта всей Беларуси. Такой представляла себя Беларусь тогда, в конце 1944 года. Каждый уголек – это сгоревшая деревня. Это действительно оригинально и неповторимально. Таких людей очень большой недостаток в войне в Украине, я это ощущаю, состоит в том, что мы показывали войну слишком киношно и не так, как было на самом деле. И когда мы столкнулись сейчас с реальными, особенно россиянами в Украине, большой контраст, какое-то противоречивое чувство. Ба, мы же в кино видели вот это, а на самом деле совсем не то. Здесь именно так, как тогда было. Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, это смерть, это слезы детей. К памятной дате в Хатыни проводят масштабную реставрацию. Это поручение президента. Место становится всебелорусской молодежной стройкой. На реконструкции направляют деньги, заработанные на республиканском субботнике. Комплекс сохраняет свой первоначальный вид. Появляется здесь и музей. Восстанавливают также православную церковь. Хатынь стала непроходящей скорбью нашего народа. И вспоминая ее, мы вспоминаем все деревни, которые были сожжены. Всех жителей, которые были истреблены в ходе этого жесточайшего и самое страшное планомерного геноцида. И сегодня, когда не просто замалчиваются факты геноцида белорусского народа, а когда идет откровенная фальсификация данных, когда идут откровенные вбросы, которые направлены прежде всего на то, чтобы нас разобщить и унизить. Мы не имеем права забывать о Хатыни. Мы не должны позволить разобщить нас. И мы должны жить и созидать во имя тех детей, которые погибли, во имя их родителей, которые видели гибель своих детей, во имя Родины нашей. Мы должны жить, созидать, сохранять мир. И в этот скорбный день я желаю нашей Родине и нам всем мира, тепла и добра. Каждый элемент мемориала, от колоколов до скульптуры крестьянина, говорит о мужестве нашего народа. Комплекс – собирательный образ всех сожженных белорусских деревень. Здесь есть их символичное кладбище. На нем увековечена память о 185 населенных пунктах. 186-я невозрожденная деревня – сама Хатынь. Ее старшей сестрой называют Борки. Та трагедия, которая произошла в Хатыни, в деревне Борки, безусловно, она должна остаться в памяти, для того, чтобы эти события никогда больше не повторялись. И чем больше молодежь будет осознавать все это, тем более важно будет для них восприятие тех событий давних времен. Здесь 15 июня 1942-го фашистские изверги расстреливают и сжигают более двух тысяч мирных жителей. Мемориал в Борках – реквием по всем жертвам огненных деревень. Тут все понятно и без экскурсовода. Фамилии, воспоминания, говорящие скульптуры. Вот мать склоняется над колыбелью и оплакивает свое дитя. А здесь амбар. Из него пытаются выбраться люди. То, что здесь произошло, это, ну, наверное, трудно воспринимать, трудно осознавать. Дети, женщины, старики убиты, сожжены. Для чего? Ради чего? Это вот даже не представляется, кто-то пришел и лишил кого-то жизни, потому что ему так захотелось. Конечно, это трагедия, это величайшая трагедия, это святое место для нас всех. Это напоминание всем живым, что мы должны делать все необходимое, чтобы это не повторилось. К сожалению, современный мир, часть современного мира думает несколько по-иному. И вот то, что происходит вокруг, конечно, накладывает свой отпечаток. И когда находишься здесь еще острее, воспринимаешь такие слова, как мир, спокойствие, созидание. Президент призывает соотечественников сплотиться и быть бдительными. И подчеркивает, если будет единство спецслужб, силового блока и всего белорусского народа, тогда станет легче. Александр Лукашенко предупреждает, расслабляться ни в коем случае не стоит. Ведь если ситуация, не дай бог, пошатнется в какую-то сторону, западники мгновенно это используют против стран. Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на месте. Хотя я, Владимир Владимировичу давно говорил, запомню, Украина, это, знаете, если бы ума была побольше, давно все закончено. В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают. Я говорю, вот там, особенно Польша, гиена Европы. Эти литовцы, они же с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете почему? Ну вот объединили американцы их, и вот этот поезд создался. Они готовятся против нас воевать. Ну пусть попробуют. Поэтому Уран, это болтовня. Если они умные, они никогда это не сделают. Я думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Поэтому мы должны сейчас не играться в какие-то, знаете, игрища. Нам надо свое смотреть, белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, не дай бог, как в 41-м не погибли, как тогда. Все умиротворяли фашистов. Умиротворили. Что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из этого надо делать соответствующие выводы. Редактор субтитров А.Семкин